Здарова народ, как дела? Заранее извиняюсь за звук, работает 3D принтер, времени нету, мутим контентик. Тем не менее, на обзоре у нас сегодня клавиатурка от Блади Q-серия Q135. Почему именно она? Она мне по внешнему виду напомнила B500, которая не самая удачная модель. Я, кстати, высказал про неё всё, что думаю, и сказал абсолютную правду. Я даже удивлён, сколько дизлайков на ролике, господи, сколько же я подорвал пуканов. Не суть. Мне показалось, что эта штука, возможно, станет достойной заменой. Здесь нет клацалок, здесь нет щёлкалок, это просто мембранная клавиатура. Не 2500, а, внимание, вот ценничек, за который я её взял. Прекрасная мембранная клавиатурка за 1390 рублей. Где-то дороже, где-то дешевле, это не важно. Ладно, ладно, я не покупал её, да камон. Ну, сорян, я просто могу достать любую клаву, прикиньте, как мне клёво. И вообще любое железо, на самом деле. Вот так вот я хорошо устроился, поэтому могу делать честные обзоры, не от кого не зависящие. И плевать мне, что пишут в комментариях. Всех адекватных я приветствую. Все не в меняшке, пошли вон. Вы здесь никому не нужны. Только что при вас распаковал. Никаких секретов. Клавиатурой не пользовался. Если у вас есть, напишите, как она вам. Пожалуйста. Это важно, потому что мы должны... Кто, если не мы, сделает интернет лучше? Потому что задолбали. Одному не заслали, он Блади поливает направо и налево. Другому заслали, он нахваливает откровенный шлак. Давайте по-честному. Я и не пользовался. Если вы пользовались, или ваши знакомые пользовались, напишите в комментариях, как она вам. Также напишите, порекомендуйте мне какую-нибудь железочку для обзора. То есть, у вас есть, вы довольны. Напишите об этом в комментах. Я заценю. Это же классно. Ну и упоминание в ролике, разумеется, гарантировано. Как было с Блади... О, господи, что у меня с памятью? Б-760. Парняга написал, парняга посоветовал. Спасибо им большое. Затестили Клава огонь вообще. А главное, что если ее сравнить с Б-500, ну просто небо и земля. То есть, ну, 760 уберите, ценник 200 рублей разницы. Полноценная механика, полноценный лайтстрайк. Перед тем, как мы прям включим ее, подключим, давайте сразу, чтобы не было никаких вопросов. Читаем надпись. ПО не поддерживается. Забудьте про макросы, про все-все-все-все-все и так далее. Схемка на Б-500. Многие написали. 94 одновременно нажатые клавиши поддерживаются. Нет. Вот схема мультинажатия. Я не буду спорить, я не буду проверять. Если производитель заявляет, что нет, значит нет. Вы можете нажать одновременно. 9 клавиш, если 4 из них такие, 4 из них такие, 1 красную, все. 9 клавиш. Вы можете много нажать клавиш, которые красненькие. Да, их куча вообще. Но не пишите ерунды. Ребят, вы не знаете, о чем говорите. Я распаковал и попробовал более 20 клавиатур. Я не уверен, что если вы не блогер, я сомневаюсь, что у вас за всю жизнь было столько. Как минимум, у меня есть опыт. Найдутся господа, которые скажут, автор ни хрена не шарит. Плевать. Я просто обозреваю клавиатуру. На мой взгляд, достойная замена B500. А что там с временем отклика, вы спросите? Ведь в B500 2 миллисекунды. И это стопроцентная правда. Опять же, повторюсь, мы это никак не проверим. Но. 1 миллисекунда. Но опять же, про макросы забудьте. Никаких. Здесь у нас, короче, регулировка подсветки. Есть всего три режима подсветки. Мультимедийные клавиши стандартно от F1 до F7. Врубается игровой режим, который отключает клавиши Windows Fn и F8, как во всех клавиатурах Блади. Fn F12, если я не ошибаюсь, мы регулируем подсветку. И Fn вверх-вниз, мы играем яркостью подсветки. В принципе, защита от воды, усиленный пробел. Это не свист, а перделка какая-то. РГБшная, ЛГБТшная. Давайте её включим. Мы засветились. Какая прелесть. Так, давайте сразу. У нас мерцание. Да, Fn F12 выключили. Включили. Так, вырубим какой-нибудь свет. Короче, клавиши непрозрачные, буквы не светятся. Подсветка чисто декоративная. Не уверены, что в полной темноте вы что-то разглядите. Проверим. Ну да. Короче, друзья, видите ли вы буквы? Ну, как бы я нет. Камера может быть словит кое-какие очертания, но нет. Абсолютно непрозрачная. Вот эта вот штука. Абсолютно непрозрачные клавиши, шрифт на буквах абсолютно непрозрачный. Светится-светится. Есть ли смысл обсуждать равномерность этой подсветки? Да нет, конечно. Даже нет смысла, в принципе, и свет вырубать. Fn F8 включает геймерский режим, так называемый. Клавиатурка вся из себя приятненькая. Она небольшая. Глянчик будет заляпан, но да не суть. Она вся глянцевая. Ножки не пожалели. Большие резиновые проставки, выдвигающиеся. Все нормально в этом плане. Я помню оклики, короче, нас накалывали некоторые. Но это не оклик. Есть сменные кейкапы с ключиком. Как бы не знаю, что мы хотим обнаружить под кнопками, потому что она мембранная. Но, по крайней мере, в кейкапах я вижу, что буковки прозрачные. Наверное, они как-то будут выделяться. Кейкапы какие-то веселенькие, прорезиненные. Отличаются вот от этой пластмасски. К тому же, они фактурные. Давайте повыдергиваем. На этих кейкапах нет русских символов. Вот так клава выглядит с кейкапами. Вырубим один свет. А, кстати, не попробовали яркость. Яркость регулируется раз, два, три, четыре. По-моему, семь ступеней яркости, если я не ошибаюсь. Ну, не то чтобы очень хорошо. Давайте так, кейкапы пытаются светиться, букв, конечно, не разглядеть на них. Подсветка довольно-таки посредственная получается. Ну как, подсветка непосредственная. Кейкапы такие. Ну, вот как-то так. Подсветка клавы не до конца вывозит. Подключена через трехметровый угленицель, поэтому клава иногда гаснет. Давайте рассмотрим все это поближе. Ребята, шрифт! Механика как бы делали такой, вот согласитесь, да? Здесь уже совсем другое дело. В принципе, не в темноте, но попечатать можно. Ориентироваться легко, все вполне себе доступно, все вполне себе понятно. Тактильной отдачи, конечно же, здесь вы не найдете. Однако, клавиши мягкие, нажимаются хорошо. Клавиатура вполне себе тихая. На вид приятная, хоть и подсветка бестолковая. Она как бы смотрится хорошо, но не более того. Она просто есть, никакой функциональной нагрузки не несет. Тем не менее, клавиатуре, в принципе, впечатления хорошие. Особенно при такой стоимости. К подобной подсветке и к подобной клавиатуре можно относиться как угодно. Но я вам скажу так. Я пробовал, тестил и мацал очень много мембранных клавиатур. Очень, слишком много для обычного человека, я так считаю. И это не самое плохое. Не буду касаться вкусовщины, да, всякой. Да, кому-то это нравится, кому-то не нравится. Кому-то надо другой ход клавиш, кому-то хороший. Я вам хочу сказать, что своих денег клавиатура стоит однозначно. То есть, за вот такой вот ценничек, он будет плясать туда-сюда, потому что курс доллара, зараза. Ну, такое дело. Своих денег она однозначно стоит. Я бы взял, не будь у меня другой. Ваше мнение всегда можете озвучить в комментариях. Советуйте мне какие-то железки на обзор. Стоит или не стоит, например, сделать обзор или тесты наушников от Блади. Хотя я не большой фанат. Я вообще ни разу не аудиофил. И это все равно будет субъективно. Тем не менее, жду ваших комментов. Поддерживайте лайком, держите в тайне от друзей. Делитесь мнением об этой клавиатуре в комментариях, если она у вас есть. Вдруг я наврал. Я могу. Вы что, меня же купили, мне проплатили, мне заслали. Камон. Ну и прочая там блогерская чепуха, да, колокольчики там, все дела. На этом я с вами, пожалуй, попрощаюсь. Про клаву сказать больше нечего. Она проста, как три копейки. Поэтому до связи. Хоть погаси дисплей, не завершай процессы. Не пускай ресурсы в сеть и выключай процессор. Не найти заряд и не сохрани. Сгубили нас, увы, эффекты памяти. И наш огонь угасся, тупо рассказать прощай. Нам слишком поздно сплавить звук и отключить Wi-Fi. Я собирал все почистить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!